17 декабря, пятница, старый стиль, 4 декабря, 726 по 50-й, соглас 8, рождественский пост, масло, великомученица Варвара Иллиапольская и мученица Иолиания Иллиапольская. Святая великомученица Варвара жила и пострадала при императоре Максимиане, 35-31 годы. Отец ее зыщик Диоскор был богатым и знатным чиновником в городе Иллиаполье Финикийском. Рано овдовев, он сосредоточил всю силу душевной перевязанности на своей единственной дочери. Видя необыкновенную красоту Варвары, я скоро решил воспитать ее, скрывая от посторонних глаз. Для этого он построил башню, где, кроме Варвары, пребывали только ее языческие учителя. Желание познать истинного Бога так захватило душу Варвары, что она решила посвятить этому жизнь и провести ее в девстве. В то время при доме Диоскоро строилась роскошная баня. По приказу хозяина рабочие готовились сделать в ней два окна на южную сторону. Но Варвара, пользуясь отсутствием отца, упросила их сделать третье окно во образ троечного света. Над входом в купальню Варвара начертала крест, который прочно запечатлялся на камне. На каменных ступенях баня остался след ее ноги, из которой забил источник, явивший последствия великую целебную силу, которой Семен Метафраст, описывая страдания святой. Мученицы сравнивают с животворной силой струй Иордана, источника Силанского. Когда Диоскоро вернулся и выразил недовольство нарушением плана постройки, дочь рассказала ему о спасительной силе Сына Божия и от тщетности поклонений идолам. Диоскоро пришел в ярость, обнажил меч и хотел поразить ее. Девушка побежала от отца, и он бросился за ней в погоню. После долгих и безуспешных поисков дочери, Диоскоро увидел на горе двух пастухов. Один из них указал ему пещеру, где скрывалась святая. Диоскоро жестоко избил дочь, а затем заключил ее под стражу и долго молил голодом. Наконец он предал ее правителю города Мартиалу. Святую Варвару жестоко пытали, ее обечевали воловьими жилами, а раны стирали лосиницей. Ночью в темнице святой Деви, горячо молившейся своему небесному жениху, явился сам Спаситель и урочевал ее раны. Тогда святую подвергли новым, еще более жестоким пыткам. Среди толпы, стоявшей близ места истязаний мученицы, находилась жительница Элеополя-христианка Юлиания. Сердце ее присполнилось сочувствием к добровольному мученисту красивой знатной девушки. Юлиания также пожелала пострадать за Христа. Она начала громко обвинять мучителей, ее схватили, святых мучениц очень долго пытали, терзали крючами тело, отрезали сосцы, обнаженными водили по городу с издевательствами и побоями. По молитвам святой Варвары Господь послал ангела, который святозарной одеждой прикрыл многоту святых мучениц. Твердые исповедницы веры Христовой, святые Варвары и Юлиания были обезглавлены. В VI веке мощи святой великому ученицы были перенесены в Константинополь. В XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина, 181-1118. Княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, перевезла их в Киев, в Киевском Владимирском соборе. Они покоятся и теперь. Преподобный Иоанн Дамаскин, песнописец, родился около 680 года в столице Сирии, Дамаске. В христианской семье его отец, Сергий Мансур, был казначеем при дворе халифа. У Иоанна был приемный брат, озиротевший от Рокосма, которого Сергий принял к себе в дом. Когда дети подросли, Сергий позаботился об их образовании. В то время в Византии возникло и быстро распространялось ересь иконоборчества, поддерживаемое императором Львом Третьим и Савром 717-741 года, став на защиту православных иконопочитаний, Иоанн написал три тактата. Это против прорицающих святые иконы и мудрые, богодохновенные писания Иоанна привели императора в ярость. Однажды в монастыре скончался один из иноков, и брат покойного попросил Иоанна написать что-нибудь в утешение. Иоанн долго отказывался, но из милосердия, уступив просьбам удрученного горем, написал свои знаменитые надгробные тропари. За это непослушание старец изгнал его из своей кельи. Все монахи начали просить за Иоанна. Тогда старец поручил ему одно из самых тяжелых неприятных дел – убирать из монастыря нечистоты. Преподобный и здесь явил образец послушания. Через некоторое время старцу введение было указано при чистой пресвятой Девобогородицей снять запрет с писательства Иоанна. О преподобном узнал Иерусалимский патриарх, рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Но преподобный Иоанн скоро вернулся в лавру преподобного Савы, где до конца 40 дней проводил время в писании духовных книг и зерковных песнопений. И покинул монастырь только для того, чтобы обличить эколоборцев на Константинопольском соборе 754 года. Его подвергли тюремному заключению и пыткам, но он все перенес и по милости Божией остался жив. Представился около 780 года в возрасте 104 лет. Святитель Иоанн Поливодский, епископ с юных лет, отличался подвижничеством, целомудрием и милосердием. Потому и удостоился он поставления во епископа Поливодского. Когда таким образом ему поручено было высшее управление и попечение о людях, он усилил и свои подвиги прежним трудам, присоединяя новые труды. В то время император Лев Исаврянин, недостойно занявший царский престол, начал хулить святые иконы. Преподобный отец сильно обличал такое нечестие царя и своим исповеданием веры сохранил паству от ереси к наборчеству. В его же время однажды Агарине осадили город Амарию, но были с помощью Божию отражены. Все христиане, попавшие в плен к неприятелю, тогда получили свободу попечениями этого святого мужа. Тело его и доселе сохраняется нетленно в день Пятидесятницы, всякий раз вынимается оно из раки и по облачению в архиерейские одежды. Сначала переносится к святому престолу и поставляется прямо, а потом возводится на горнее место. И там оно пребывает, поддерживаемое двумя иереями. Все время, пока совершается божественная служба, молитвами преподобного совершается множество чудес, особенно исцелений, песноватых и недужных. Святитель Геннадий, новгородский архиепископ. Святитель Геннадий, архиепископ новгородский, проходил из рота Гонзовых и был по свидетельству современников муж сыновитый, умный, добродетельный и сведущий в священном писании. Первоначальное послушание проходило в Аллахамской обители по духовным руководствам преподобного Савати Соловецкого. С 1472 года архимандрит Чудового монастыря в Москве, в 1483 году, Святой Геннадий начал строить чудо в монастыре, каменную трапезную церковь в честь Чтимова и в святителя Алексея, Алексея, митрополита московского, основателя обители. 12 декабря 1484 года архимандрит Геннадий был посвящен архиепископу Новгородского. Благовея к памяти великого святителя Алексея, Геннадий Ибулыч в Новгороде не переставал заботиться о возведении храма его имени. По словам преподобного Иосифа Воловского, сей архиепископ был впущен на злодейственные еретики, устремился на них Якулев из чаще божественных писаний и Красных гор пророческих и апостольских учений. 19 лет продолжалась борьба святителя Геннадия и преподобного Иосифа с сильнейшей попыткой противников православия изменить весь ход истории русской церкви и русского государства. Трудами святых исповедников борьба венчалась победой православия. Священные книги Ветхого Завета особенно часто подвергались случайной и намеренной порче. Об этом за скорбью писал святитель Геннадий послание архиепископу Иосафу от Бога вдохновенного перевода священного писания святых роднопосланных Кирилла и Мефодия через Библию святителя Геннадия, воспроизводящую ее первопечатную Острожскую Библию в 1581 год. Церковь сохранила незменным славянское библейское предание вплоть до так называемой Елизаветинской Библии в 1751 год и всех последующих печатных изданий. О высокой духовной жизни и молитвенном вдохновении святителя свидетельствует составленный в 1497 году молитва Пресвятой Богородицы, кроме известных посланий митрополитом Зосиме и Симону, архиепископу Иосафу, епископом Нифонту и Прохору. Послание к собору в 1490 году архиепископ Геннадий написал церковный уставец и предание инокам, живущим по уставу скидского жития. Память святителя Геннадия творится также в третью неделю по Пятидесятницы в день, когда Святая Церковь вспоминает всех святых в Новгороде Просеявших. В этот день Святая Церковь чтит память священного мученика Алексея Собурова, Иоанна Плинкова, Александра Пасохина, Николая Яхонтова, Пресвитеров, Василия Кашина, Дьякона и с ним 10 мучеников, священного мученика Демитрия, Неведомского Пресвитера, предплодная мученица Анастасии Титовой, послушницы, мученица Екатерины Арской и Кира Аболенской, икона Божьей Матери Дамаскинская.